Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 30 декабря По народному месяцу слову Данила и три отрока В этот день христиане чтут память трех отроков, живших при императоре Наводохонасоре за 600 лет до Рождества Христова, Азарии, Месаила, Анания, которые, будучи брошенными в огонь, не сгорели в нем, и пророка Даниила, жившего в то же время. История о трех отроках в пищи получила в дальнейшем название «Печное действие» и на протяжении нескольких веков принародно разыгрывалась в Москве за неделю до Рождества, а по всей Руси принято было в ночь с 30 на 31 декабря разжигать большие костры за окулицами деревень, бросая в них трех слепленных из снега кукол. Если огонь под растопившимся снегом затухал быстро, а костер не дымил, ждали святок ярких и солнечных. Беззаботно пляшущее пламя сильный мороз предсказывало, а если костер продолжал тлеть, при этом нещадно дымя, готовились к буранам, метелям и ледяным ветрам. Но в любом случае, накануне Нового года хозяйки печи протапливали особенно хорошо, не забывая, конечно, и о бане, в которой вся семья парилась, очищая свои телеса от хворей и всего того, от чего хотели избавиться. Хотя сама баня считалась у христиан местом нечистым, потому что ее всякая нечисть с особой охотой посещала. Поэтому христиане с крестом в бане не ходили, снимая его у порога или оставляя дома. Но вот оказывается, и в этом парадокс, мыться в бане все равно должен был каждый, а того, кто в баню не ходил, считали человеком грешным и подозрительным. Для моющихся существовали особые правила, согласно которым, например, нельзя было пить воду, приготовленную для мытья, громко разговаривать. Стучать и мыться на третьем пару. Он, говорят, предназначался для самого хозяина бани банника и его многочисленных подельников – Абдерих, Навей. А если кому-то хотелось их увидеть, нужно было прийти в баню в полночь, переступить одной ногой через порог, снять с шеи крест и положить его под пятку. При этом, если везло и вместо черта в бане оказывался мирно спящий банник, следовало сейчас же сдернуть с его головы шапку и стремглав мчаться в ближайшую церковь. Успевший добежать, становился обладателем волшебной шапки-невидимки. А тех, кого банник догонял, никто уже среди живых не видел. Хозяин бани в народе слыл коварным старикашкой, одетым лишь в обвалившиеся от веников липкие листья. Хотя и он ценил доброе и уважительное к себе отношение. Стоило, например, уставшему путнику, скинув шапку и поклонившись с пояс произнести «Хозяинушка-батюшка, пусти спать-ночевать!» Как оттаивший банник и печь затапливал, и веничками пришедшего снабжал, и даже охранял спящего от всякой нечисти. А вот его близкого родственника, маленького, но очень злобного и жестокого банного духа Абдериху ничем нельзя было ублажить. Всякое внезапное, а уж тем более ночное посещение бани, особенно с похвальбой, что черта бояться не стоит, он пресекал, окатывая вошедшего кипятком. Поэтому во все времена люди в эту пору бани не посещали, а для банника Абдерихи и их ночных гостей непременно шайку воды оставляли и маленький обмылочек. С соседями, даже такими беспокойными, принято было в мире жить. А в избе, построенной на месте сгоревшей бани, обязательно что-нибудь странное приключалось. То ее вдруг перекашивало, то клопы хозяев заедали, а то нападали полчища мышей, успевая за считанные дни весь скраб перепортить. И еще. Приснившиеся в последние дни декабря сны издревле считались вещами. Чтобы лучше разгадать сон, крестьяне обращались за советом к пророку Даниилу, который славился своей способностью разгадывать сновидения. Во время сна не разрешалось резко будить или переворачивать человека, так как его блуждающая душа может не успеть вернуться в тело или не узнать его по возвращении. В таком случае человек заболевал подучей, лишался памяти или вовсе умирал. Запрещалось целовать спящего, особенно ребенка. Верили, что в таком случае человек либо сильно заболеет, либо умрет. Нельзя было кормить спящего ребенка грудью, иначе он будет плохо расти. А если человек смеется во сне, это значит, что его веселят ангелы. Если скрипит зубами, борется с чертями и дьяволом. Но наверняка есть и другие объяснения этих снов. В этот день примечали. Даниил декабрь поторапливает. Коли на 30 декабря иней тепло будет через неделю. Радости, счастья и здравомыслия вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...